В этом мире, чем ты крошечней и беззащитней, тем сложнее тебе выжить. Так и с крошечными новорожденными щенками, они появляются на свет и нуждаются в поддержке мамы и хозяев. Но не всем так везет, как в случае с героем нашего видео. Ему пришлось столкнуться с суровой и несправедливой реальностью в столь юном возрасте. Хоуп – крошечный щенок Питбуля, о котором сейчас заботится любящая семья. Однако этому милому щенку не всегда везло в этой жизни. Впервые ее нашли в бессердечно выброшенном в мусорном баке в долине Коачелла, когда ему было всего несколько недель оттуда. Женщина пошла выбрасывать мусор, как вдруг услышала жалобный плач, словно кто-то крошечный звал на помощь. Тогда женщина заглянула внутрь бака и потеряла дар речи. Среди мусорных пакетов лежал совсем крошечный щенок. К счастью, Алехандра Эспиноза Зозуэта пришла на помощь после того, как ей позвонила мама. К сожалению, когда Зозуэта приехала на место происшествия, она обнаружила, что бедняжка Хоуп находится в печальном состоянии. Зозуэта обнаружила, что около 30% крошечного тела Хоуп было покрыто ожогами, а и у нее отсутствовала половина хвоста. Несмотря на то, что бедный щенок, казалось, может не справиться со всеми трудностями и попадет на радугу, Зозуэта знала, что должна сделать все возможное, чтобы спасти и подарить новую и счастливую жизнь этой малышке. Она почти сразу влюбилась в милого щенка. Зозуэта позвонила в штамент шерифа и службу контроля за животными, чтобы сообщить об инциденте. Затем она отвезла Хоуп к местному ветеринару, так как щенку требовалась немедленная медицинская помощь. Ветеринар предупредил женщину, что щенок очень мало и может не справиться, не переживет эту ночь. Но женщина сказала, что верит и готова на все, лишь бы этот ангел жил. Во время лечения Хоуп они обнаружили, что большая часть кожи на ее спине полностью обгорела, поэтому ее пришлось удалить хирургическим путем. Медицинская бригада предположила, что ожоги, вероятно, были преднамеренными, вызванными либо контактом с нагретым предметом, либо химическими веществами. Сначала медицинская бригада не была уверена, сможет ли Хоуп вообще использовать свои задние лапы. Но Зазуэту это не волновало, главное, чтобы она была счастлива и здорова. Несмотря на все, через что она прошла, Хоуп успешно выздоровела. Она не сдавалась, несмотря на свой небольшой возраст, и оказалась настоящим воином. Она выглядит здоровой и даже может бегать и играть, как любой другой щенок. Она очень дружелюбна и обожает всех вокруг. Хоуп теперь счастлива и находится в безопасности. Она даже подружилась с другими собаками. Ей все еще приходится носить повязку для своих ран, но в остальном она чувствует себя хорошо. Зазуэта забрала ее жить к себе, так как уверена, что больше чем она Хоук, никто любить не будет. А Хоук счастлива, что у нее такая любящая хозяйка, которая не опустила руки от слов ветеринара и решила бороться за ее будущее. Хоук подрастает с каждым днем и воспоминаний о случившемся уже не забыты. Зазуэта берет Хоуп везде с собой, и она стала любимицей всех детишек, у них о дворе. Ведь ласковей и игровей щенка можно только поискать. Пожелаем малышке долгих лет жизни, а тому, кто это сделал, раскаяться и попросить прощение у Вселенной. Ставьте лайки, оставляйте комментарии и подписывайтесь на канал. Вместе мы сделаем мир чуточку лучше.